Центр города Видное часто становится отправной точкой для машин, направляющихся в зону проведения специальной военной операции. Помимо груза, который собрали, учитывая пожелания военных в зону, СВО отгонят три внедорожника, столь необходимых нашим бойцам. Здесь именно для грязи брали, смотрите, зубастая резина. Здесь именно такой вездеход не гачит. Это серьезная история. Я же и говорю, что эта машина конкретная, потому что подбирали. Все было приобретено в согласовании командования. В этот раз сказать напутственные слова ребятам, отправляющимся в дорогу, пришли общественники, представители депутатского корпуса во главе с председателем Совета депутатов Станиславом Радченко и временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Эдуард Радушкин. О грузии им рассказал руководитель Ленинского отделения общественной организации «Боевое братство» Владимир Песоченко. «Бензопилы плюс вещи, елки новогодние, продукты питания. Новогодние подарки. Это следующие. 20 числа я планирую, 22 где-то поедем перед Новым годом». Перечислить все, что ребята повезут на фронт, сложно. Собирали груз несколько недель и в строгом соответствии с пожеланиями военных. В сборе участвовали сотни неравнодушных жителей Ленинского городского округа. «По всем направлениям мы работаем. Если список сейчас перечислять, то, наверное, уйдем в длительный процесс». «А очень часто же по пути, когда уже едет в непосредственно какие-то свои точки, у нас же обращаются наши местные ребята, которые там. И приезжали к нам здесь, мы вместе с ними встречались, обсуждали. И походя по пути как раз успевает и что-то им довести, если складывается». «Три автомобиля. Каждый автомобиль загружен грузом. Газель загружена. Все, что было непосредственно собрано жителями, предпринимателями, депутатами. Я могу сказать, Единая Россия очень сильно помогла. Это все неоценимо. Это те же окопные свечи, которые детишки своими руками заливали. Ребятам будет помощь». Груз будет доставлен военным в течение двух дней. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.